Напоминаем, что сегодня, 18 мая, все специалисты, работающие в музеях, отмечают свой профессиональный праздник, День музея. И мы вас поздравляем! Да, специалисты, которые следят за музеем, или вот, которые там живут? Абсолютно все, я думаю, что они все там живут. Мы их поздравляем. Официально этот праздник утвердили в 1977-м, на очередном заседании Международного Совета Музеев. И такой есть оказалось. Сегодня наш корреспондент Евгения Малышка отправилась в один из школьных музеев, чтобы узнать, отмечают ли этот праздник там. Женя, доброе утро. Скажи, пожалуйста, что уже удалось узнать? Доброе утро, коллеги. Сегодня, в День музея, мы решили отправиться не на какую-либо всемирно известную выставку, а прямиком отправились в школу номер 104, чтобы посмотреть на местные достопримечательности. Здесь при школе действует уже больше 15 лет школьный музей, который не раз становился победителем городских и областных смотров. И сейчас рядом с нами находится руководитель музея Короточа Нина Ивановна. Скажите немножко о своем музее и что здесь представлено? Какие экспонаты? Наш музей, как вы сказали, уже достаточно взрослый. Он существует с 2003 года. Он комплексный, историко-краевический, этнографический. Поэтому здесь можно увидеть очень разные экспонаты. Но позади нас находится экспозиция «Традиционное жилище». И здесь вы видите уникальные, можно увидеть уникальные экспонаты. Обратите внимание, рубаха, которую мы видим на стене жилища, да? Абсолютно таинственный экземпляр, абсолютно таинственная вещь, которая неожиданно появилась у нас в музее. Кто-то принес, абсолютно вот так вот принесли, не представились, оставили вещь. И нам пришлось провести настоящее исследование. Это исследование проводила Литвиненко Алена, которая провела действительно уникальную поисковую работу. И оказалось, она пришла к выводу, что эта рубаха происходит из Украины, из Северной Черниговщины конкретно. Спасибо за интересный экскурс. Но хочется добавить, что также при музее регулярно проводятся экспозиции, посвященные патриотическим праздникам. 23 февраля, Дню Победы, проходят встречи с ветеранами. И даже сами дети могут поучаствовать в жизни музея. Здесь есть занятия «Юный экскурсовод», где дети могут почувствовать себя настоящими гидами. И дети находят эти занятия очень занимательными и интересными. Коллеги, вам слово. Женя, спасибо. И вправду очень интересный музей. Достаточно масштабная экспозиция в нем. Да, самое главное, дети все молодцы. Уже заранее предопределяют свою судьбу. С малого возраста готовятся стать экскурсоводами.